Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Очень интересная информация поступила. Это что происходит на границе Армении и Азербайджана. Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль новые высоты и дороги на границе с Арменией. Сейчас ознакомлю, что здесь пишут. Так, Министерство обороны Азербайджана сообщает, что в связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги под контроль были взяты нескольких господствующих высот, основных вспомогательных дорог, а также большие участки вдоль границы, расположенные между селами Джагазур и Забух Лачинского района. Сейчас я вам покажу на карте. Вот Забух, вот здесь граница Армении и Азербайджана. И как раз вот это Забух, вот видите, этой точкой, там сейчас высоты полностью взяли под контроль спецназ Азербайджана. И вот эта информация подтверждается и российские СМИ, уже центральные здания. Армия Азербайджана взяла под контроль ряд территорий на границе с Арменией. Ужженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Лачинском районе, вблизи армянской границы, следует сообщение Министерства обороны. Армянская сторона пока не прокомментировала эту информацию. Ну вот все здесь, то же самое, все подробно пишут. И уже все даже и в Армении уже тоже запаниковали, как бы Пашинян. Вот тоже поднял руки вверх, говорит, мы сдаемся уже, все, не нападайте на нас. Сейчас ознакомлю, что пишет новости Армении. А Пашинян успокаивает, типа, армян. Позиционных изменений не произошло. Пашинян прокомментировал сообщение о продвижении азербайджанских войск. Руки вверх он уже поднял, он уже сдался. Так, премьер-министр Пашинян прокомментировал сообщение о продвижении азербайджанских войск, отметив, что, типа, ничего серьезного не произошло. В 22-м году, в октябре, в результате договоренности между властями Азербайджана и Карабаха, дорога в Карабах была изменена и запущен новый путь. Поскольку Лачинский коридор, связывающий Карабах с Арменией, не был полностью готов, то была запущена временная дорога, которая проходила через территорию Армении, пишут в Корнедзоре здесь, а затем по территории Азербайджана, и потом вновь по территории Армении, сказал Пашинян. И он отметил, что согласно достигнутым договоренностям, эта временная дорога должна была действовать до 1 апреля 23-го года. В общем, тут Пашинян такую речь длинную, очень много говорил, но тут не важно все. А ранее, в четверг, МВД Карабаха сообщило, что азербайджанские уже на силу ночью перекрыли автомагистраль Горис-Ханькинди между селами. Вот это забух и есть, а говно, и тех. Сам Пашинян перед началом заседания правительства заявил, что Азербайджан не только продолжил незаконную блокаду Карабаха, но и существил вторжение в зон ответственности российских миротворцев. И сейчас вот как раз по этой теме, так, даже вот эта газета Грапарак заявила, что азербайджанские уже на силу продвинулись вперед примерно 1 километр. Это все, что происходит на трассе Ханькинди-Турсу. Там вроде писали, что типа миротворцы российские туда нагрянули и пытались отодвинуть азербайджанский спецназ, но у них ничего, оказывается, не получилось. И вот информация. Газета Грапарак пишет, Министерство обороны РФ 25 марта распространило сообщение о том, что уже на силу Азербайджана, нарушив положение трехстроннего заявления 9 ноября 2020 года, пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе, заняв высоту с отметкой 2054. Я раньше, да, делал ролик. Это почти 3 километра с северо-восточной горы Сары-Баба и приступили к инженерному оборудованию боевой позиции. Сразу распространилась новость о том, что азербайджанская сторона, захватив эту высоту, взяла под контроль горно-лесную дорогу, по которой там эти боевики карабахские перевозили оружие. Мы поинтересовались у нашего карабахского источника сложившейся ситуации. Типа пишут, насколько азербайджанские бандиты продвинулись вперед. Они называют азербайджанские спецназ бандитами. Наш собеседник, побывав в этом районе, сказал, что они заняли не грунтовую дорогу, а подошли вплотную к дороге, и движение по ней стало опасным. Дорога оказалась под прицелом, посему армянская сторона избегает пользоваться ей. Ну, уже, значит, все, армянские сепаратисты карабахские не возят уже боеприпасы и мины, и свои пополнения вооруженных сил. Вооруженные силы врага продвинулись вперед примерно один километр. И это является также последствием бездействия, попустительства российских миротворцев. Вот в чем дело, теперь понятно. Миротворцы пытались выдавить азербайджанцев с этой позиции, Турсу, вот здесь. Но азербайджанцы там вцепились плотно и сказали, пошли вы нахер, это наша территория, это наши азербайджанские земли, и вы тут никто. И вот пишут, что да, армянское издание, что не получилось подвинуть, как сказать это, азербайджанские вооруженные силы и российские миротворцы отошли типа назад. И миротворцы пытаются отнестись азербайджанцев мирным путем, призывают идти на исходные позиции, однако безрезультатно. Кроме того, между Арменией, армией, обороной Карабаха, азербайджанскими боевиками постоянно происходят перестрелки. А, и там еще перестрелки постоянно, видите, сейчас никто не информирует, что там, но жертв и раненых нету. Вот в чем дело. Ну и вот тут Пашинян запаниковал. Баку распространяет пропагандистскую ложь с целью легитимизировать очередную экскалацию. Типа, и уже Пашинян говорит, что что-то надо делать, потому что азербайджанцы продвигаются, типа, уже признался все-таки. Заявление Азербайджана об осуществляемых Армении перевозках военных грузов, но это на тему вот, что боевики перевозили, в Карабах не соответствует действительности, заявил премьер Армении Никол Пашинян. Это пропагандистская ложь, цель которой легитимизировать возможность очередную эскалацию. Пашинян говорит, что это специально нагнетается обстановка, что азербайджанцы дальше будут продолжать освобождать свои земли. Пашинян отметил, что Армения осуществляет военных перевозок и не имеет армии в Карабахе. Ага, а кто там боевиков навозил, 3000 уже минимум там уже, которые стреляют постоянно по азербайджанским позициям. И для проверки этого факта предложение о направлении в Карабах международной миссии по сбору фактов остается в силе. Пашинян говорит, надо туда международную миссию послать, этих самых голубые каски или кто их там, французов, немцев, чтобы они подтвердили, что там типа нет этих боевиков вооруженных. В общем, вот такие информации. Ну и последняя новость. Армяне Карабаха недовольны. Нас всех бросили. Вот тут ролик, я дам ссылку, сами посмотрите. Так, армяне, покинувшие Карабах, недовольны армянскими властями. Вот там эти женщины. Как передают АЗС, ссылки на канал, вот этот канал. В Армении, что ни день, то акции протеста. Ну, недовольны они Пашинянам властью. Так, армяне, живущие в Гадруде, в городе Шушае, переехавшие в Армении после освобождения поселка и города, вооруженными силами Азербайджана от армянской оккупации, но собрались перед зданием правительства в Ереване. Они жаловались на безразличие правительства, отметив, что им не нравится заявление премьер-министра Никола Пашиняна. Подробнее смотрите видео. Вот здесь видео, дам ссылку. Посмотрите, что армяне недовольны Пашинянам, его властью и все, что происходит и в Карабахе, и в Армении. Вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Продолжение следует...